Мисс Волгоград Яна, расскажи, как твои эмоции перед конкурсом? Честно, после двойного звонка уже начинается тряска, уже коленки подкашиваются, начинаешь вспоминать движение, уже ничего не помнишь и сбиваешься со счета. Я надеюсь, что когда выйдем на сцену, нам все удастся. Желаю всем девочкам победы и не сбиться со счета. Мы сегодня будем танцевать. Будем как спортивный. Музыку будем спортивную танцевать. Музыка Что должна сделать девушка, чтобы выйти на эту сцену и просто блистать, как сегодня блистала именно ты? Набраться храбрости для того, чтобы соперничать с 20 красивыми девушками нашего города и пытаться показать всю свою энергию, все то, что у тебя находится в душе глубоко, есть твой энтузиазм, всю твою харизму, которая пытается вырваться наружу. Ну, я старалась. Я довольна результатом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В первую очередь я правда не ожидала. Для меня это реально какой-то шок. Я сейчас очень волнуюсь. Мне очень приятно. Успокойся, это же круто. Первые секунды у меня даже были слезы. Я очень волновалась. На самом деле, сейчас я уже начинаю осознавать, насколько это ответственно. Расскажи, какой путь должна пройти Мисс Волгоград, чтобы получить эту замечательную корону? В первую очередь, это должно быть терпение, настойчивость, так как я уже третий раз. Это моя третья попытка. И всем, кто не выиграл в первую, второй раз я желаю победы. И путь тяжелый, согласна. Путь тернист. Но, тем не менее, корона на твоей голове. Здесь соединено два проекта. Маленькая Мисс Волгоград и большая Мисс Волгоград. Предыдущие все конкурсы шли отдельными днями и отдельными проектами. Ну, знаете, очень сложно выделять кого-то, когда ты общаешься с девочками каждый день и практически по нескольку часов. Поэтому мы знали про каждую. Мы знали, кто чем живет. Мы знали, кто чем увлекается, кто чем дышит. И нам очень сложно судить объективно, потому что мы немножко всех полюбили. Субтитры сделал DimaTorzok